Всем привет! Проходя мимо, или, правильно сказать, через гум, увидев новое, не смогла не заснять. Итак, гастроном номер один тоже украсил свою ёлку. И сразу понятно, к какому магазину эта ёлка относится. В одной из витрин гастронома номер один выставлена историческая коллекция продукции-мануфактуры «Душистые радости» город Коломна. В одной из универсальных активов может открывать для вас большие георгии на Красной площади. И ежедневно с 10 утра доходочек веселое локальное окончание повредит и корректик ремки чай в душе. И ежедневно с 10 утра доходочек веселого локального окончания повредит и корректик ремки чай в душе. И ежедневно с 10 утра доходочек веселого локального окончания повредит и корректик ремки чай в душе. Какое отношение она имеет к Коломне? Вот вопрос. Рядом стоит палатка Жостова. Жостовская роспись на разносах, на посуде и даже на елочных игрушках. Вот если рассматриваем елочные игрушки, цены начинаются за один шар от 3 800 за набор до 39 000. Прошу вас обратить внимание на роспись. Что мы имеем в продаже и сравнить с той росписью, которую я показывала на выставках «Ладья» или «Жар птица» Жостовская роспись. Там красивейшие авторские работы. А дальше «ГЖИЛЬ». Вот когда мы говорим о «ГЖЕЛе», у нас ассоциация белый черепок и темно-синяя кобальтовая краска, темно-синяя роспись. Здесь есть и традиционная роспись, бело-синяя, и цветная роспись, и роспись золотом. Большое разнообразие. Большое разнообразие. Увидела название этого магазина и не смогла не зайти. Это испанский фарфор высочайшего уровня. Вы только посмотрите на эти шедевры. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Сегодняшний ролик можно было назвать «Пробегая мимо». Ну что ж, и такое бывает.